Я говорю, да вот там, значит, идут разговоры о том, что с СССР надо прекращать. Какие подонки могли это сделать? Будь чё! С СССР навсегда. Они выходили, он звонил на завод и говорил, этих уволить. Войска НАТО с территории Чехословакии выбить, если они там окажутся, но границу не переходить. 21 августа 1968 год. Так называемая операция Дунай. Вот войск ОВД в Чехословакию. Вот это событие, во-первых, юбилей сегодня, 21 августа 2023 года. Но вот его наряду с событиями в Венгрии, события в ГДР и вот это событие, критики Советского Союза называют это как империалистическое проявление. До критики-то ладно. Вы, как автор книги и специалист, вы богемист, по-моему, да, если не ошибаюсь? Это специалист по богемии. По богемии и Моравии. И хочется обсудить с вами те события, предысторию, что привело, хотели мы этого, не хотели. Я вот читал информацию, что Брежнев до последнего оттягивал эту возможность. То есть, как проявили себя политики Чехословакии. Это очень интересная тема. Ну, Брежнев до последнего момента сопротивлялся вводу войск организации Варшавского договора от ОВД, куда входила и Чехословакия, Чехословакская социалистическая республика. Причем, это не только документы подтверждают, и наши, и чешские, и какие угодно, да, это подтверждается простым фактом. У нас в июле, ну, начнем с того, с января 1968 года в Чехословакии сменилось руководство. К власти пришел Словак. Ну, Словакия — это треть населения, да, Чехословакия. Это было впервые, что Словак стал лидером Компартии Чехословакии. Извините, Дубчик, Александр Дубчик, или как его наши называли, Саша. Саша блестяще знал русский язык, потому что все детство провел в СССР. Причем, там интересно, его родители, Дубчик и Словакия. Словакия до Первой мировой входила в Австро-Венгрию, как и Чехия. Но Чехия входила в Австрию, а Словакия в Венгрию. Это были две части австро-венгерской монархии с разными условиями. И если, в общем, чешское население Австро-Венгрии, ну, оно как-то, так сказать, развивалось. Там театры какие-то были, там школы были на чешском языке. В венгерской части никаких словаков не существовало. Их зверски угнетали. Там это были горные венгры. Понимаете, там вообще какие нафиг школы, там ничего. Там словакский язык сохранился благодаря церквям, можно так сказать. Больше его нигде не было. И когда, значит, все это развалилось в 18-м году, и до этого, и многие словаки эмигрировали в Америку. Ну, там земля обетованная, там, и родители, значит, Дубчика туда уехали. Ну, там было очень плохо, они вернули Словакию, где было еще хуже. Они уехали в Бишкек, в столицу советской Киргизии, которая, ну, тогда потом стала называться Фрунзе. Советское правительство, да, это был огромный поезд со словакскими переселенцами, которым советское правительство дало землю, там, освободило их, там, от всех налогов. С тех пор там есть обувная фабрика, сделанная словаками, и пиво они хорошее там стали варить. И вот, собственно, Саша там и вырос. Дубчик, в 38-м году они вернулись в Словакию, которая была независимым государством в годы войны и поддерживала Гитлера, в отличие от оккупированной Чехии. Тоже, видите, разница, да? Короче, в 68-м году Сашу избрали Александра Дубчика лидером Чехо-Словакии, потому что, знаете, как Горбачеву примерно, потому что он был как бы никакой. Был молодой, устраивал различные группировки. Ну, такой, казалось бы, какой-то бессветный человек, в общем-то. Брежнева спросили тогда, империалиста Брежнева, ужасного там, который был на съезде КПЧ в декабре 68-го. Его спросили, как вот, ну, мол, он говорит, это ваше дело. Это так вот прямо, они сейчас и цитируют на русском. Это ваше дело, сказал империалист Брежнев. Типа, кого хотите, того убирайте. Саша, став в январе 68-го года лидером, почему опять мы должны это знать, Чехо-Словакий, он предвосхитил все, что сделал Горбачев. Все один к одному. То есть, помните, да, купание в народе. Там, привет, там, как дела, ребята, вы что там? Для населения это был позитивный шок. Помните Горбачева тоже, да? Когда-то сидел какой-то Брежнев там на трибуне, вяло говорит, что тут Михаил Сергеевич там в Ленинграде с населением, все к нему подходят, нифига себе. Хотя это и Брежнев тоже все делал, да? Но к этому времени это уже как-то подзабылось. И Брежнев был такой вот, ну, дубчик. Хвалился, знаете, чем? Что это первый лидер социалистического блока, сфотографированный на пляже в плавках. То есть, вот он какой, значит, у него фигура, нормально, он там купается, с вышки прыгает, охренеть вообще, да? И потом они, значит, стали проводить экономическую реформу, которая провалилась у них через три месяца. Абсолютно такую же, которую ровно через 20 лет сделал Горбачев. То есть, социализм, предприятие государственное. И они все, как бы, в чем преимущество социализма, у них нет конкуренции. Ну, не надо там 15 предприятий, которые между собой, значит, дерутся, разоряются и прочее. И вот этим предприятиям Дубчик, как и Горбачев, сказал, ребята, производите, что хотите. Только платите государству, значит, за использование фондов. Помните, у нас при Горбачеве пропало хозяйственное мыло? Вот, вы помните? Я вам, например, помню. Или какие-то макароны. Все думали, ну, хозяйственное мыло. Ну, войну было. А мыло хозяйственное стоило такое 10 копеек. Значит, его производить стало невыгодно, когда предприятиям дали эту свободу. А предприятия стали производить какое-нибудь мыло, пару 50, значит. Помните, шахтеры стучали у нас касками, орели, где стиральный порошок? А невыгодно стало производить. У нас не было полок для книг или табуреток. Зато был какой-нибудь гарнитур, там, я не знаю, мебель, то же самое все, понимаете. То есть, за три месяца Дубчевской реформы, которую называли «Пражской весной» в честь фестиваля, который в Праге весной все время проходил, музыкальный. Вообще, сами они его называли «обновление», как и Горбачев. Возврат к истокам социализма, социализм должен быть человеческим лицом, там, вот это все, да. В результате к нам приезжает уже в конце мая делегация из Чехословакии, просят срочного кредита на закупку еды, предметов потребления. Это Чехословакия, которая тогда, вот до этих всех реформ, она от Австрии ничем не отличалась. Там многие туристы переезжали, они все забиты, магазины есть, там уровень жизни нормальный. По уровню жизни Чехословакия и Австрия тогда превосходила, ну, про нас там, чего уж говорить, она была очень развита, очень. И вдруг там все начало пропадать вот именно поэтому, что предприятия вот не хотели вот это вот производить, а хотели вот это. Резкий рост цен пошел у них. И, значит, они нам говорят, дайте нам 500 миллионов долларов, большие деньги по темам, мы купим на Западе товары ширпотреба и бросим их в магазин, чтобы народ успокоить. Вот Косыгин, наш глава правительства, говорит, ну, товарищи, ну, то есть, вы нам предлагаете вашу тупизну, значит, финансировать за наш счет, что ли? При этом у нас тоже шла экономическая реформа, Косыгинская. И она, кстати, у нас началась раньше, чем в Чехословакии. Это вот к вопросу, что мы, введя войска, там все раздавили, у нас это все раньше началось. У нас-то началось год моего рождения, там, в 65-м году, а у них вот в 68-м, они с нас во многом брали пример, но мы-то продвигались осторожно. Понимаете, вот к хозрасчету, к использованию рыночных механизмов, понимаете, просто там, как Горбачев, с 1 января 88-го принял закон о госпредприятиях и дал им свободу в отсутствии конкуренции, понимаете. Когда вот я не хочу сандалии производить, а буду производить там, не знаю, и сандалии все пропали. И народ тогда недоумевал, куда делся зеленый горошек. Он же был, вот, вот, недавно. Это не то, что пропало то, чего не было, там, зарубежное что-то. Короче, мы этот кредит не дали, они на нас обозлились. Но Брежнев вел какую линию? Вот в экономике вы что хотите, то и делайте. Вы вот на грабли-то сами нарветесь, грубо говоря, и тогда экономические реформы шли во многих странах. В ГДР шли, о которых, к сожалению, мало кто знает. Называлась, между прочим, новая экономическая политика у них тогда в ГДР, как у нас 20-е. Но у них-то это шло все нормально, понимаете. А у этих пошло все в разнос. Причем они потом перешли руководство партии к такой хитрой политике. То есть, пример, многие директора заводов чесловацких и рабочие стали писать дубчику и говорят, вы что творите, блин? Вы рвете все связи с Советским Союзом, у нас контракты на 5 лет. Люди, где работать будут? Вот примерно как на Украине в 13-м году, да, когда, а мы там Евросоюз. А Евросоюз будет это все покупать у вас? То же самое, стали писать письма. Вы прекратите, вы что творите? Дубчик гениальный, он принимал, значит, рабочих у себя. Товарищи, в чем дело? Я говорю, да вот там, значит, идут разговоры о том, что с СССР надо прекращать. Какие подонки могли это сделать? Вы что? С СССР навсегда. Они выходили, он звонил на завод и говорил, этих уволить. Видите, что творилось? То есть, например, в Министерстве госбезопасности в Чехословакии, я должен сказать, что вот про штази, восточно-германскую разведку, многое известно. Она в подметке Чехословасской не годилась, я вам должен сказать. Чехословасская разведка была, ТАСС уполномочен заявить, смотрели? Вы думаете, откуда мы получили намеки вот на этого огородника, ну, которого там Дубов играет? Оттуда получили. Про Фиделя Кастро нам впервые сообщили чехословасские органы, что это вот нормальный мужик, у нас вообще никто не знал. Я к чему говорю, вот 68-й год, молодые сотрудники МГБ собирают партсобрания, увольняют старших сотрудников, забирают у них удостоверение. ЦРУ ликует просто, понимаете, полный развал идет, полный. Значит, наши им говорят одно, товарищи, дело, конечно, ваше, но вы член организации Варшавского договора, оборонительный. Причем Чехословакия от ФРГ до СССР, оно как бы делит социалистический фронт на две части. Северный, Польша, ГДР и Южный, Венгрия, там, Румыния, Болгария. Вот мы вас очень просим, вы внешнеполитическую ориентацию только не трогайте. И в Брежневе было одно условие, прекратите нападки на СССР в ваших газетах. Ну, вы просто людей воспитываете вот в этом, ну, не надо, а реформу там проводите. И Дубчик ему все время говорил, Дубчик, без вопросов, Леонид Ильич, завтрашнего дня, нормально? Все, прекращаем взаимную полемику. На завтра Леонид Ильичу приносит опять тех газеток, где там Советский Союз поливается грязюкой там по полной программе. А человеческое лицо было какое? Те, кто были не согласны с новой линией партии, им вешали на квартирные двери, например, Ренегат, сволочь, гаденыш, Ретроград, Сталинист. Там очень многие люди кончали самоубийством тогда. Их просто травили. Да, их там никто не убивал на улицах. Дети в школу боялись ходить. Дети. С Ретроградом на одной партии с сыном сидеть не буду, понимаете? При этом это все делала творческая интеллигенция. Еще раз, рабочие все, вот инженеры все были на нашей стороне, потому что они понимали, что идет какое-то сумасшествие. Теперь вот войск. Дубчик все время врал Брежневу следующие вещи. Брежнев с ним постоянно был на связи. А он ему говорил, Леонид Ильич, я за, я за Советский Союз, но вот в Политбюро ЦК КПЧ сложились гады, блин, они меня там это со всех сторон обложили. Он врал, конечно. Брежнев даже один раз попросил, а может вот на ваше заседание наш посол прийти послушать? Он говорит, да нет, ну это нарушение суверенитета. Короче, пошли на беспрецедентный шаг. Брежнев, давайте встретимся всем руководством. Вот руководство КПСС, все. И ваше все. Я хочу им просто в глаза посмотреть, как они вас, тебя дубчик будут хаять. Эти, конечно, я читал документы, внутрь они в шоке были. Что делать? И решили сорвать эту встречу с нашим руководством следующим образом. Мы согласны на эту встречу только на территории ЧССР. Ну, они надеялись, что все советское руководство из Москвы в маленькую страну не приедет. Приехало. Приехало. Они обалдели просто, понимаете. Что Брежнев говорит, да, мы беремся все, едем к вам. Все, представляете. И в Чиерне-Натисы, это пограничный словацкий город с нами, прямо в вагонах, значит, они тоже приехали, их провожали в Праге, устроили, знаете, как в Вардынскую ставку, они едут там, товарищи, не сдавайте наши там интересы. Опять та же самая песня. Брежнев говорит, от вас, пожалуйста, только одно, из Варшавского договора не уходите и прекратите полемику в печати. Там экономические реформы ради Христа. Эти все сидят, деваться им некуда. Уж Дубчик не может теперь сказать, сидя рядом с ним, все эти вот деятели, что они вот мне не дают. Опять договорились за пять минут. После чего Брежнев все-таки решил, давайте мы, говорит, с вами будем встречаться в Чехословакии с коллективами вместе. Вы, Саша, и я. И будем рассказывать о наших встречах. Ну, то есть, он уже понимал, что они могут и результаты скрыть. Понимаете? И вот они, да, в машине, там масса людей. Это 3 августа. С Советским Союзом все. ЦРУ пишет грустную бумагу, что, к сожалению, кризис разрешен. Каких-то там перспектив, ухудшения нет. Все как-то очень плохо для них, имеется в виду. Возвращаясь, товарищ Брежнев, в Москву. Все то же самое опять. Открывая чешские газеты, видите, Советский Союз, там сволочник. Он ему опять, Саша, я тебе звоню, заседание Политбюро, это высший орган Советского Союза. Ну, что ж ты делаешь? Ну, вот сидят люди, с которыми мы встречались. Это было 13 августа. Встречались, ну, неделю назад. Саша, Саша плачет. Плачет реально. Он говорит, я специально вышел в коридор, Леонид Ильич. Не выходя, конечно, в коридор, чтобы меня не слышали другие члены руководства. Это что, социализм с человеческим лицом, да? И говорит, в сентябре собирается съезд КПЧ, меня выберут. И к власти придут антисоциалистические силы. Спасайте меня, Леонид Ильич. И мы спасли. То есть, мы ввели войска, чтобы спасти вот этого Орла Бескрылова. Как его еще можно? Он нам сказал так, что мы соберем заседание Политбюро, пригласим ваши войска, и вы просто будьте готовы. Они собрали. Ну, обманули нас опять. Они не приняли никакого решения. А в это время наши войска, ну, наши, это польская, две дивизии. Еще раз хочу подчеркнуть. Никакой ГДР, никакие войска не вводило. Те, кто говорят, они врут просто, да? Значит, две польских дивизии во главе с Войцехом Ярузельским, будущим лидером Польши. Ну, наши войска, венгерская дивизия и части болгарской народной армии, там немножко полка примерно. Причем болгар планировалось использовать именно в Праге, как славян, как маленькую нацию, чтобы, ну, так сказать, там, значит, приказ командующего министра обороны Свободы, который заслуженный ветеран войны, да, вместе с нами воевал против Гитлера, потом стал президентом. Никакого сопротивления дружественным войскам не оказывать. Ну, то есть, вот это вот свист о том, что там, значит, там боев-то не было. Там погибли наши, человек 90, ну, в основном, значит, там, хотя бы пытались поджечь танки, студентов подбивали, вот понимаете, тоже. Ну, что, ну, молодые люди им давали. Это все в Праге, кстати, было в основном. Везде было нормальное отношение, в основном, кроме этого города. И, к чему я дальше, значит, Дубчика кто-то тронул? Нет. Он стал тогда главой парламента. Ну, то есть, президентом стал Гусак, ну, главой партии, президентом Свободы. Кто такой Гусак, да, вот когда говорят, что мы там вошли в Чехословакию, всех нам это раскатали. Вот Саша Дубчик, он такой, знаете, вот оппортунист. Оппортунист. Вот меня, знаете, что поражало? В Словакии было мощное восстание против гитлеровских оккупантов в 44-м году. Действительно мощное. И наши перебрасывали оружие, партизан туда же. Где был в это время молодой Дубчик? Нигде. Работал на заводе. Понимаете? То есть, никаких следов. Не то, что там его участие в восстании, а он там, типа, я не знаю, там, помогал как-то. Кто такой был Гусак? Гусак, Словак, кстати, тоже, да, в годы войны сидел в тюрьме. Сидел в тюрьме словацкого фашистского режима. За то, что он был коммунист, и за то, что Словакия воевала с Советским Союзом. Тогда это надо понять. Это был союзник Гитлера. Гусак, понятное дело, после освобождения страны из тюрьмы выпустили и снова посадили очень скоро. Во время репрессий, которые там были, значит, по указанию Берии в конце 50-х. Причем уже у нас они кончились, ну, после смерти Сталина. А там они только начались. Внимание, вот этого Гусака, Ретрограда, Сталиниста, значит, приговорили к смертной казни. К смертной казни в социалистической Чехословакии. Но, и там нескольких казнили. Его не казнили, знаете, почему? Он оказался единственным, кто отказался брать вину на себе. И они впали в такую, знаете, в юридическую дилемму, что ли. Ну, признания нет, а помимо этого вроде винить не в чем. И бедняга сидел в тюрьме Гусак до начала 60-х годов. В то время, как аппаратчик Дубчик нигде не участвовал. Шел себе, знаете, по партийной линии, там, все нормально делал. Так вот, кого мы поставили? Гусака, Сталиниста, Ретрограда. Человека, которого подвергался репрессиями, оказался, кстати, тем, кто не стал ни себя, ни других оговаривать. Понимаете, вот тогда какое же у нас подавление каких-то реформ и прочее. Дубчик стал главой парламента. Ему, кстати, предлагали и послом там куда-нибудь поехать. Ну, посмотрите, послом. Да мог бы просто свалить, грубо говоря, и все. Ни один человек не был посажен в тюрьму. Вдумайтесь, после ввода наших войск. Ни один. Причем, ну, кто-то там не был согласен. Им всем выдали паспорта. Значит, там свалило в Австрию под 100 тысяч человек. И все они вернулись. Все. Ну, там за редким исключением каких-то таких интеллектуалов псевды. Все вернулись. Были какие-то к ним санкции? Нет. Дубчик работал, значит, все это время. Они это называют период нормализации. 69-го. Вот по распаду Чехословакии. Они это в кавычках берут. Ну, это и была нормализация. Он работал инспектором, значит, лесничеств в своем районе, в Словакии. И все, что его мучили, как сам. Я вот читал мемуары, естественно. У меня, говорят, под окнами стояла «Жигули» с сотрудниками, значит, как он считает, госбезопасности. Все. Все. Понимаете, у него ни обыски никакие-то там не проводились, ни допроса, ничего. А жена у него работала просто тоже где-то вот, ну, как бы у нас сказали, там, в местном органе власти, там, она, по-моему, бухгалтер, что ли, была, или что-то в этом... Всего. Понимаете, после этого был подписан договор, а до Пражской весны наших войск на территории Чехословакии не было. После этого они появились. Ну, я что еще хочу сказать. В самом начале августа 68-го до ввода войск, еще до отъезда Чехословакской делегации, наверное, встречу с нами в Чьевную Натисой, значит, здание Президиума ЦК КПЧ в Праге окружили студенты, требовавшие отказа от социализма. Ведь они формально, что мы за социализм, только с человеческим лицом. А тут они говорят, идите нахрен со своей коммунистической партией. Политбюро Президиума ЦК КПЧ во главе с Дубчиком впали в истерию, начали названивать в Советское посольство, чтобы войска ввели для их защиты. Причем вот эти вот все лидеры, значит, социализма с человеческим лицом сказали этим студентам, что если понадобится, мы введем в советские танки, и вас тут нахрен раскатаем всех. При этом они вот каждый день вещали, что Советский Союз – это отсталость, это вот все такое плохое. И самое главное, вот сейчас у нас есть закон о ветеранах, в который фракция КПРФ устами депутата Глазкова сейчас предложила поправки. Вот смотрите, вы абсолютно правильно сказали. Закон о ветеранах наш, вот ныне действующий. Устанавливает для ветеранов боевых действий некий льгот. И в приложении к этому закону перечислены все события, участники которых имеют право на эти льготы. Ну, это, естественно, там Великая Отечественная война, понятно. События в Венгрии – это 1956 год. Причем там-то бои были. Там погибло по тысячу наших солдат и офицеров в 1956 году. Эти люди имеют право на… А Чехословакия там? Нет. Значит, и мы… Потому что якобы там не было боевых действий. Понимаете? Поэтому мы внесли поправку о том, что ветеранами считать участников боевых действий, а также операции вооруженных сил СССР в поддержку дружественных стран и противодействие агрессии против них. Мы предложили включить туда ветеранов операции «Дунай». Кстати, ветераны этой операции, у них есть организация такая, «Дунай» так и называется. Они нас за это очень благодарили. Сейчас это все на рассмотрение, но вот Дума не работает. И вот смотрите, что интересно. Что нам аргументирует? А почему, собственно, нет? Вот Венгрия 1956-го есть, да? В Чехословакии 1968-го нет. А у нас, оказывается, с Чехией есть договор Российской Федерации, действующий, 1993-го года о дружбе. Где в преамбуле написано, что мы, обе стороны, и мы осуждаем неправомерное применение силы против Чехословакии в 1968-м году и неоправданное пребывание советских войск там после этого. Вот слово «неоправданное» вообще как дипломат не могу понять. Это что означает? У нас был договор, подписанный Дубчиком, кстати, о том, что после 1968-го года часть советских войск оставалась в Чехословакии в рамках ОВД на постоянной основе. Это он подписал. Это подписал Свобода. Президент Чехословакии тогда уже, да? Что значит, неоправданное. Вы понимаете, у вас договор либо есть, либо вы его денонсируете, у вас его нет. И вот со ссылкой на этот документ 1993-го года нам, значит, говорят, нашим избирателям в МИДе, ну, как бы, нет, мы не должны. Министерство обороны надо отдать должность. Считает, что, конечно, статус ветерана, участникам операции «Дунай» должен быть присвоен. Бесспорно, считает. А МИД так не считает. В ответе нашим избирателям, я подчеркиваю. Что мы говорим, как же так? Вот сейчас Чехия помогает Украине, да? Оружием. Не просто какими-то словами там и прочее. А мы что же? Мы считаем, получается, что вот участников операции «Дунай» 68-го года преступниками, что ли? Участниками неправомерного применения силы, это при том, что тысячи из них награждены советскими орденами и медалями. Документы у нас есть. Получается, что же? Их за что? Да, кстати, Афганистан присутствует. У нас вот в списке ветеранов, что тоже правильно. То есть, получается, Афганистан нормально. Венгрия 56-го – прекрасно. А Чехия 68-го – плохо. Потому что это кто-то в 93-м году записал в договор. Мы требуем от МИДа начать переговоры. А пересмотре этого договора – это полное безобразие. Понимаете? При том, что… Еще раз хочу подчеркнуть. Приказ был яблоки не рвать даже. Ну, то есть, с самого начала говорят, что мы входим в дружественную страну для защиты ее беспорядков, скажем так. Ведь дубчик-то нам плел, что все, антисоциалистические силы, вот они все изготовились, они меня сейчас там покромсают на… и так далее. То есть, мы же не… Когда мы туда вошли, мы же, я не знаю, не установили там оккупационный режим, мы там, не упаси бог, там не то, что никого не расстреляли там, да, никого в тюрьму даже не посадили. Замечу, что в Венгрии, да, в 56-м году вот этот глава контрреволюционного правительства Надь, Имри Надь, он бежал в Румынию, значит, был выдано оттуда и был расстрелян. Но участие наших войск в операции «Вихрь» 56-го года по наведению порядка в Венгрии – это ветераны, это нормально. Здесь же, понимаете, до чего доходило. Погиб экипаж, например, нашего танка, по-моему, Т-62, который на большой скорости пытался преодолеть мост через реку, а там люди встали в живой мост. И танкист, не желая причинить им зла, направил с моста в реку, все погибли. Это оккупация. Что наши солдаты, там, хоть одного человека, что любили, там просто стреляли в воздух, ну, когда пытались поджечь танк, там, я не знаю, а что делать? Ну, что, ну, говорили, ребята, отойдите, там, не знаю, не надо. Ну, если у вас танк жгут, что делать? Вы же тогда сами погибнете тоже. Но это еще раз, это была Прага, может быть, Пальзение, Барно, ну, такие вот крупные города по всей территории Чехословакии. Вот войск воспринят был абсолютно спокойно. Ну, почему-то, потому что они не вмешивались ни во что, понимаете? Они же не приходили в какой-нибудь там национальный комитет, вот так у них назывались органы власти, говорят, все, уходи отсюда, вот мы привезли с собой, вот этот будет у вас там руководитель. По мини не было даже, понимаете? И мне, конечно, очень обидно за ветеранов операции Дунай, вот из-за такой позиции в МИД странную, понимаете? Ну, об нас только ноги сейчас никто не вытирает, в том числе и чешские власти. Чешские хочу подчеркнуть. Ну, это вообще нужно вспомнить демонтаж памятника Коневу? Нет уж, про памятники можно отдельную передачу сделать, как наши власти защищают памятники белочехам здесь. Правильно вы говорите, там они сносят памятники освободителям Праги. Причем, ну уж, факт освобождения Праги, ну, никто до сих пор под сомнение даже не ставит. Ну, а кто ее освободил? Ну, кто? Китайцы, что ли? Здесь у нас ставят памятники белочехам, которые начали у нас гражданскую войну. Они свергли советскую власть в мае 18-го от Пенза до Владивостока, создав плацдарм для, так сказать, повстанческого незаконного движения против легитимной советской власти. Иначе бы не было гражданской войны, это просто, понимаете? Не было бы. Причем формально эти белочешские части считались формальной юридической частью французской армии. Поэтому мы к ним относились-то вот так. Ну, типа, да, хорошо, мы вас всех вывезем, там, пожалуйста. Мы их могли бы выдать Австро-Венгрии. Их бы как предателей все бы казнили, понимаете? Это же были бывшие военнослужащие Австро-Венгерской армии. Мы поставили жесткие условия в Брестском мире, что мы их не выдаем. Они покинут территорию России туда, куда захотят. И нам вот этим всем отплатили, понимаете? Они расстреляли массу людей, массу членов советов. Что такое совет? Это органы власти, избранные населением, той же Пензе, предположим, и так далее. То есть, и у нас вот вместо того, чтобы начать процесс пересмотра абсолютно не имеющих отношения к действительности фактов, у нас говорят, ну а что там? Ну, за ветеранов операция Дуная особенно обидно просто. Ну, сколько им сейчас лет? Вы сами посудите. В 68-м году, если человеку было 20 лет военнослужащие Советской армии, ему уже сейчас за 70. И они вообще никаких льгот не имеют, кроме боевых орденов и медалей, которые у многих у них есть. У нас приказы все эти есть. За образцовое выполнение обязанностей, за то, что не допустили как раз. Некровавых столкновений. Вообще ничего, понимаете? А были ли готовы войска НАТО войти в Чехословакию? Да. Приказы рассекречены тоже. Понимаете? Вот как говорят, а что там, от кого там защищали? Целый американский 7-й корпус Баварии, он был приведен в боевую готовность. И у нас на наших всех танках, которые входили сверху, рисовали такую продольную широкую полосу белую. Если будут столкновения с войсками НАТО, чтобы наши летчики, они, значит, различали. Причем даже были приказаны этот счет. Войска НАТО с территории Чехословакии выбить, если они там окажутся, но границу не переходить. Ну, все это было, все это рассекречено. И делать вид, что, знаете, там какой-то злобный Советский Союз, там от балды, на кого-то там напал, особенно там на Чехословакии, да? А вот там с другой стороны, ну там ни ухом, ни рылом. Я хочу заметить, именно в это время, в 68-м году, американцы зверски бомбили Вьетнам напалмом. Там убили более двух миллионов человек. Они что, извинились до сих пор? Или что эти люди в Америке ветеранами не считаются? Ну, еще бы! Кладбище ветеранов так называемой Вьетнамской войны у них в Вашингтоне на главном месте, грубо говоря. А что они там делали? Они убивали гражданское население, которое хотело жить по-другому. Что, Вьетнам входил в НАТО, что ли? Или, я не знаю, он, может быть, на Америку напал каким-то образом, понимаете? Да, где Вьетнам, где Америка. И там никто... Ой, это мы должны... Здесь же, понимаете, где задача наших солдат была не трогать никого, обеспечить стабильность и безопасность. Из них вот по этому странному договору 1993 года между Россией и Чехией делают преступников, по сути. То есть, неправомерное применение силы. Что значит неправомерное? И Чехословакия и СССР входили в организацию Варшавского договора. Это были союзные в военном отношении страны. Плюс, если бы это было неправомерное, ну, наверное, тогдашнее руководство Чехословакии, министр обороны, отдали бы приказ сопротивляться. Ещё раз. Это не то, что был приказ по Чехословакской народной армии не сопротивляться. Нет. Это было воспринимать войска ОВД как дружественную армию. Ну, так это и было. Не было же ни единого факта боя между частями Чехословакской народной армии и польскими там или советскими войнами. Ну, не было этого, понимаете? И поэтому мне за этих ветеранов обидно очень. Мы за их права будем бороться. Не была ли всё-таки вот эта такая ошибка всё-таки правительства Советского Союза, что вот мы либеральничали и говорили, что ну, это не наше дело, да, вы там выбираете кого хотите. То есть потом это вот, видите, привело к тому, что всё-таки вот войск, да, это вот так вот в истории запомнил, что мы ввели войска. Хотя если бы мы, например, указывали, кого надо или продвигали бы своего такого, который был бы, скажем, то этих событий мы бы вообще не допустили. А мы как-то на самотёк это пустили, и вот потом у нас появился дубчик. Ну, видите, здесь, конечно, мы с вами сидим сейчас в 2023 году, нам всё ясно. У меня дома там около 20 томов просекречных чехословасских документов того времени, да. Сейчас всё понятно нам с вами. А так да, ведь, понимаете, они как себя хитро вели. Если в Венгрии к власти пришло в 1956-м откровенно контрреволюционное правительство, оно заявило о выходе из Варшавского договора, запретило коммунистическую партию, там людей начали вешать вверх ногами. Там массовые репрессии, убийства были просто, понятно. Здесь-то они нам всё очень время говорят. Мы за социализм. Мы за дружбу с Советским Союзом. А делали всё наоборот, понимаете. И вроде, казалось, как, ну как мы, это же наши люди все, они, в общем, клялись вечной дружбе, там, прижимали нас к своим впалым грудям, там, и так далее. А делали всё наоборот. Поэтому Брежнев-то или колебался. Ульбрехт, это глава ГДР. И Гамулка, глава Польши. С весны 68-го года говорили Брежневу, надо срочно вводить войска. Брежнев и лидер Венгрии, Кадр, ну, лидер Болгарии Живков, он занимал такую, как бы, ну, мы же с Болгарией относительно далеко, да. Кадр и Брежнев, ну, давайте, они же убеждали, они там переговоры с Дубчиком шли часами. Типа, ну, ну, давайте, ну, ну, что мы можем для вас ещё сделать, ну, чтобы прекратили на нас клеветать. Ну, давайте, ну, да, конечно, всё. Гамулка, кстати, да, вот, лидер Польши, 68-й год. Ведь он в 56-м году был освобождён из тюрьмы, когда в Венгрии были события. И, в общем, его когда избрали, наши-то хотели войска тоже двигать на Варшаву, потому что наши стояли там, да. Гамулка же тоже тогда многими воспринимался, как такой, знаете, вот типа, ну, пострадавший, да. Ну, Хрущёв прилетел в Польшу, приехал к нему навстречу. Опять, понимаете, не он к нам, Гамулка, прилетел. Вот отношение к нашим союзникам. Ещё бы американский президент там полетел бы в Гатемалу, условно говоря, кого-то там уговаривать. Вы можете себе представить такое? Полетел, они поговорили, наши войска были остановлены. Гамулка стал лидером Польши. И заметьте, в 68-м году поддержал нас на все 100%. Тоже сидевший в тюрьме. Ну, как якобы там, значит, при коммунистах, как и Гусак. А Гусак был человек, ну, просто вот, я не знаю, ну, с большой буквы. Он, конечно, да, он в плавках не фотографировался, да. Он, вот у него вот эта дешёвая поза, она ему была чуждая. Но он сделал всё для своей страны. Вот у него, у него тяжёлая, у него жена погибла. Он её очень любил, так сказать, она с ним прошла вот это всё, понимаете. Когда он сидел в камере смертников несколько лет. А потом до этого ещё при фашистах в Словакии сидел. Я не знаю, мне кажется, что, конечно, население Чехословакии, оно сейчас уже всё понимает. Вот до Дубчика президент, ну, главой Чехословакии был Антонин Запотовский такой, знаете, он был рабочий. А до этого, ну, прямо перед Дубчиком был Новотный, Антонин Новотный, да, который реальный рабочий был. То есть вот он, и вот эта вся интеллигенция паршивая, другого слова у меня нет, она же над ним издевалась, что он пиво пьёт по вечерам, как вот после смены, что он в карты играет, что он там, это самое, по театрам не ходит, понимаете. А вот Дубчик, он такой весь, знаете, там, у него улыбка была такая вот американская. Представляете, вот Брежнев сидит и тут, вот он, так сказать, новое человеческое лицо. Вот он и в плавках вообще там, и без галстука, естественно, ходит. Вообще замечательный человек. А Новотный, он был такой, вы знаете, вот просто рабочий. И я к чему это рассказываю? Сейчас в Чехословакии, ну, в Чехии, да, ну, даже не сейчас, уже несколько лет назад, модные значки такие. Прости нас, Тони. Ну, Антонин, да, сокращенно Тони. Вот они всё говорят, надо его убрать, как с Брежневым. Что Антонин Запотосский, он такой какой-то, знаете, вот, там, невысокого ума. А, что вот он какой-то такой вот средний гражданин, что нам надо что-нибудь такое вот фееричное. Убрали. В результате ведь, смотрите, пришёл 89-й год, Чехословакия распалась. А ведь, что мы ещё сделали, я хочу сказать, введя войска. Ведь до этого, до ввода войск, Чехословакии в федерации не было. То есть, Чехия и Словакия жили формально в унитарной стране. На этом Дубчик, кстати, опять, он был же сепаратист. Ещё он говорил, вот, Словаков там их, наверное, угнетают. Ну, потому что формально страна была разделена просто на области. После ввода войск, и когда Гусак стал президентом, стал федеративное государство. То есть, Словаки получили свою республику, своё правительство. Вот что Дубчик как бы им обещал, не сделал, а мы это сделали, понимаете. И вот сейчас я хочу спросить своих братьев, славян, чехов и словаков. Ну, друзья, вот от того, что вы распались, вам стало легче? Думаю, что нет. Интересно будет. И последнее, вот уже прям на две минутки, что говорят, роль КГБ. СССР, говорят, что завозили под видом туристов, завозили схроны с оружием, чтобы потом якобы оправдать вторжение. Был такое или нет? Один факт такой был. Но я вам так могу сказать, что Брежнев это всё не колыхало. Там, ещё раз, формально ввод войск, он был для спасения Александра Дубчика от так называемых антисоциалистических элементов, которые должны были его сместить в сентябре 68-го года. Чего он нам, собственно говоря, и наплёл-то, да? Вот, собственно, в этом был смысл. Хотели его, так сказать, уберечь. Вот так, понимаете. А все эти, значит, вещи там... Но то, что НАТО было готово ввести войска, вот это абсолютно точно. Ведь почему? Потому что, ну, если вы готовитесь ввести войска, вам нужен подготовительный период, правильно? При дислокации границы, аэродрома подскока, вот там, чтобы у вас боеприпасы всё были, всё это нами фиксировалось. И сейчас документы, которые НАТО рассекретило, они всё это подтверждают. Что они в случае чего были готовы ввести войска в Чехословакию. Ну, чтобы как бы её вырвать из Варшавского договора и перевести в НАТО. Это было, правда. Мы их, можно сказать так, мы их упредили. Николай Николаевич, спасибо за эфир. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, ждите новые выпуски. И спасибо, что смотрите нас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok